Всем привет! Сегодня у нас о жизни в Турции. Поговорим о ценах, о стоимостях, о покупках и всем прочем. Недавно у меня был в сообществе опрос для вас по поводу баерства и так далее. Я попозже расскажу тоже в эту тему. Меня спрашивают, то есть все равно продолжают очень много к нам сейчас туристов приезжать и на ПМЖ, и ВНЖ делают стоимости жизни в Стамбуле. Сейчас на осень 2022 года. Буквально на днях были новости о том, что подорожал с 1 сентября вообще у нас газ на 20%. Поэтому будет в ближайший месяц-полтора, это сентябрь-октябрь, подорожание на 30% молочки, мяса и молочных всех изделий. То есть колбасы, мясо, вот это все производные молочко, это молоко, сыр, творог, йогурт и вся прочая история, любые молочные продукты. Короче говоря, будет все это еще дороже. Вообще выгодно, насколько жить в Турции? Туркам в Турции жить дорого, зарплаты не так индексируются, как стоимость у нас продуктов жизни, газа, света всего, недвижимости в том числе поднимается. Тяжело. На турецкую зарплату в лирах тяжело. Кому хорошо и легко? Иностранцам, либо туркам с доходом иностранным в любой, наверное, уже валюте мира. Не только это доллары и евро, любые другие какие-то деньги. Почему? Потому что лира падает, конвертация, да, валюта, она уже давно упала, сейчас она еще заземлилась в этих низах и не растет никуда. Так низко и даже чуть-чуть еще иногда понижается. Курс доллара в стране растет. Поэтому получать зарплату в валюте любой страны это более выгодно, чем в лирах на данный момент. Либо тебя в лирах надо получать, там в 3-4 раза больше, чем это было раньше, вот на тот уровень жизни, который сейчас по ценам у нас есть. Так что вот, ближайший отопительный сезон, газ дорогой, коммуналка, свет, все это дорожает. По поводу ВНЖ, квартиры и так далее. Сейчас очень много отказов туристических ВНЖ на год, которые иностранцам, новым приехавшим. Не важно уже, это Фатиха, Сен-Юрт, районы раньше были, которые не давали ВНЖ. Сейчас эти, посчитайте по телеге, по чатам всяким в телеграме, наши в Стамбуле, там чат в Стамбуле, русский и так далее, русскоязычный. Там эта информация вся есть, обновления, часто все пишут, есть по банкам чат, там, не знаю, валюта в Стамбуле, например, найдете, короче, поищите, погуглите в телеге, поищите на все эти темы, про карточки, про банки, получение денег, оплаты, все это есть, помощь вся эта есть. Есть люди уже, которые ходят, вам помогают собирать ВНЖ, документы с вами пойдут, подадут, помогают скрывать банковские карты здесь на месте, вы им за это платите. Короче, вот этого всего много, скажем так, не останетесь без помощи, да, желающий помощи есть за денежку, конечно, не бесплатно. Много отказов уже даже в других районах, потому что, почему районы перенаселены? Слишком много, там у нас же фото вводили, помните, летом я вам рассказывала о новостях Турции, о том, что в каждом районе должно быть 20% иностранцев, 80 местного населения с турецкими паспортами, с кемликами, кто. И в Стамбуле, то есть проще ехать куда-то в глубинку, где турок больше, иностранцев меньше, там больше вариант того, чтобы получить ВНЖ и не получить отказ, если вы там собрались на год в Турцию заезжать. Короче, ехать и где меньше туристов, меньше иностранцев в Турцию, выбирать так себе жилье, и дешевле там, конечно, жизнь будет, как минимум аренда жилья. Поток, короче, не уменьшается, сейчас у нас планируется поток европейских туристов, это в основном немцы, из-за цен на газ вот этого затопительного сезона, им где-то дешевле поехать в Азию, в Таиланд, как они раньше ездили, там всякие другие страны азиатские, Турция в том числе, потому что ближе к дому. Если что, тут тоже есть уже по недвижке, был же закон, тоже в новостях Турция вам говорила, министр выступал о том, чтобы осенью цены будут снижены на 30% на аренду недвижимости. Короче говоря, пока что это что-то не чувствуется, но будем ждать информацию, потому что немцы еще собрались их, то есть просто есть, предложение подать не будет, соответственно, эти штурки, они любят заработать. Стало более проблематично на каких-то местах отплачивать картой МИР, Ишбанк выдает также МИР, Тинькофф, например, деньги, наличку, за раз можно снять 3000 лир, вставляешь карточку, опять 3000, короче, вытягиваешь таким образом деньги. Золотая корона также и переводит, все это работает. Много стало, например, в Мигросе возле моего дома уже карточкой МИР не проходит оплата, например, не во всех, через раз, короче, где-то есть, в интернете пишут, все везде, очень много где не проходит оплата, в аптеках каких-то. В Мигросах, а Мигрос это самая крупная сеть торговая, супермаркетов по стране, то есть она там нет. В общем, короче, где-то проходит, где-то нет, в общем, зависит от ситуации. Знаете, у меня на днях и турецкая карточка не проходила финансбанка, вообще сбой, в принципе, у Мигросе был по платежам, по карточкам, так что, короче, не берем это особого внимания. Сдают квартиры иностранцам, хотят на полгода вперед оплату, а то и на год сразу проплатить большие суммы. И, короче говоря, вы вот так оплатите вперед и придете в ВНЖ, получается, с этой пропиской своей, а вам ее отказ дадут. Вот я же что хочу обратить внимание, что процент увеличился иностранцев и много отказов с этим. То есть сначала пробивайте район, в котором хотите снимать жилье, если там что-то там, квартира какая-то приглянулась, да, понравилась. Смотрите в интернете, в телеграме пробивайте в этом районе, как по отказам, если окей, еще лимит, то берете, спокойно арендуйте. Торгуйтесь хотя бы на полгода, но на год вперед точно не платите, ну это же жесть вообще, ребят, это и сумма большая, и на ладном вся история дышит непонятно. Ну, короче, если есть средства, как бы окей, но, ну, короче, можно как-то торгуетесь по-добренькому, как учить торговать, учила я вас торговаться с турками давно, у меня же старое видео на канале есть, можете поискать, забить там в поиске, как торговаться с турками на базаре везде, это везде в жизни применительно, с улыбочкой, но давим на свое. В связи с тем, что сложилось, да, появился такой спрос, очень многие занялись байерством, продажами товаров различных, например, мне есть знакомые, которые занимаются поставками в СНГ, в страны СНГ и России в том числе, и они доставляют тяжелые грузы от 10 килограмм и больше, прикиньте, они высылают технику, можно Икея купить, можно купить мебель Икея, пожалуйста, с магазина Икея в Стамбуле, они забирают прям к себе в офис, упаковывают палеты, отправляют доставку, это и самолетом есть, и есть автодоставка, это камьонами, машинами и поездом, всяко-разно уже потом в России, и доставка вообще от недели до двух недель, это в зависимости от объема, веса и какой вид доставки, да, вы выбрали, растаможка туда тоже включена. Вот, короче, ну есть какой-то, кому-то надо, я знаю, у меня знакомые в Москве, в Подмосковье, кто себе, да, что поставляли уже мебель из Турции, это тоже, пожалуйста, об этом можно договорить, высылать, это все равно дешевле, чем то, что есть сейчас на рынке в России по спросу. У нас здесь просто сметают в технику Дайсон всю, потому что арабы в том числе к нам приезжают очень много, то есть есть сейчас в Турции смысл покупать дорогую технику, нишевую парфюмерию, брендовую одежду, есть смысл покупать такие средние, ну, это как бы не и масс-маркетом, да, но это не люкс-супербренды, там, Кельвин Кляйн, Массима Дути, Гэс, там, не знаю, Кос, Гуччи, Фенди и так далее, вверх идущие по стоимости, но вот с вот этого, лакост и так далее, с вот этого можно начинать, это выгодно приобретать, потому что разница, ну, не в два раза, но типа а-ля 40% сейчас по цене, это никакие не скидки, это разница в валюту, лира сейчас вот на таком уровне, курс доллара такой высокий в стране, в лирах выходит вот так вот выгоднее даже все равно, короче, покупать. Очень много всяких байеров появилось, кто этим занимается уже, в Турции отправляют что-то, там много вот сервисов, СДЭК открылся из Турции, только он в Россию, из России в Турции, к сожалению, нет, я хотела себе из России что-то прислать, но не работает, односторонний только из Турции в Россию, СДЭК, но он дорогой и долгий довольно-таки, ну, короче, надо смотреть. От района, от всего зависит, там это высчитывается индивидуально. Что еще у нас здесь из-за много? Про Дайсон еще хотела сказать. Вот эти фены новые как раз вышли, стайлер новый, их вообще в наличии нигде нет. Почему я в курсе этой темы? Потому что, я вам рассказываю, что у меня муж вообще в торговле в Байерстом, в принципе, здесь в Турции занимается, это его работа, я поэтому в торговле и вот в этой всей истории всегда в курсе, что в стране происходит. Я общалась буквально недавно с его другом, и он вообще, это человек, официальный представитель Дайсон в Турции. У него эти магазины Дайсона, которые корнеры различные свои в торговых центрах и так далее, вы видите. Это не один в один, их несколько по стране, это не монополия полностью. Он представитель Дайсона, у него десяток магазинов есть. Раскупают все, арабы приезжают, перепродают точно так же в свои страны, в Африку, у нас очень много темнокожих африканцев появилось здесь, афроамериканцев различных. И, короче, они тоже этим всем занимаются, короче, постоянно выкупают. И у нас в наличии есть спокойно пылесосы дайсоновские, но вот для волос, для красоты, для женщин утюжки, фены и стайлеры раскупаются как пирожки. И вот, например, у меня есть возможность, я всегда могу знать, когда будет какого числа, как поставка, что привезут от этого человека, и как минимум у него могу точно забронировать за эту же стоимость. То есть они этим, там, стайлеры и фены не уйдут в магазин, я у него могу приехать и со склада это забрать, если мне сколько нужно будет этих штук, да, и отправить кому-то это продать. Вот, собственно, об этом-то и речь идет. Я опрос делала на YouTube в сообществе. Если кому-то что-то нужно, типа а-ля вот это вот все, или какие-то брендовые штучные товары индивидуальные, там, да, брендовые люксовые очки, парфюмерия нишевая, это тоже сейчас выгодно. Например, Ружбакара 540, ее нет в наличии, я поняла, это, наверное, марка ушла, да, из рынка. Но в ЦУМе на сайте у них Ружбакара 540 70 миллилитров, 20 там 6 с чем-то тысяч рублей. Здесь он сейчас, по факту, когда я смотрела, у нас это здесь стоит, ой, сейчас скажу, в районе там 5-500 тысяч лир, ну, короче, там а-ля там 17-15, может, где-то тысяч рублей. То есть это надо смотреть, это я так на скидку что вспомнила, представляете? Ну да, где-то там 16-17. То есть на 10 тысяч рублей разница. Туда ты включишь и доставку, пожалуйста. Но у меня есть, например, знакомый, кто вообще летает. Аэродоставки, косметики, можно без таможки, а в чемодане просто прям вот эти вот челнуки, которые летают. Я так и с Вайлберса, помните, заказывала всякую доставку себе. Там даже оплата в долларах за килограмм веса, это все равно выгоднее привезти в Москву, это самолетом и по России, там, с ДЭКом, почтой России отправить и так далее. Это все равно дешевле и экономнее, просто этого в России, например, в наличии нет. Благотворительностью никакой не занимаюсь, я буду брать процент за эту отправку, доставкой этой заниматься, это моя репутация, в конце концов. Я никогда никого нигде не обманывала, и не какая-то рука, жест помощи или желание нажиться, это просто, блин, нонсенс какой-то. У меня просто есть эта возможность, есть эти знакомые, назовем так, связи какие-то, которыми я здесь обросла, я могу кому-то, например, скажем так, и заработать за это. Каждый труд должен оплачиваться и сделать кому-то, кто хочет этого, есть запрос, скажем так, у человека нет возможности это купить, или это стоит гораздо дороже на месте. Ну, если эти фены Стайлеры и Дайсон, там, а-ля, там, 35-40 тысяч рублей стоят здесь, на наши деньги, в Турции, когда в России они под 70-80, насколько я слышала, я еще там не проверяла, я этой темой вообще особо не занималась. Так что вот про цены, вот все, вот выгодно сейчас жить, когда у тебя есть деньги с другой стороны. Самим туркам здесь, да, дорого. Вот у меня друзья переехали недавно тоже из Подмосковья сюда в Стамбул на ПМЖ, насколько они еще не знают, но на год они получили ВНЖ. Я им помню, когда про риэлтор, я им помогала с ВНЖ, с риэлторством, вот эти все истории. Они очень довольны. Да, подороже стала жизнь, но все равно, если мы берем Подмосковье и Москву, это в два раза дешевле, ну, про продукты, про жизнь, про аренду жилья. Аренда выходит как в Москве, в Подмосковье жилья, не в дорогих каких-то суперлюксовых местах, такая же. А продукты питания, они здесь дешевле в два раза, жизнь вот эта натрата на еду, и качественнее. Ну, простите, фрукты, овощи турецкие круглый год как бы и сезонные, но качество еды я сама ем, радуюсь. У меня есть возможность, например, да, ты любишь органик, да, натуральные деревенские фрукты, овощи. У нас каждую неделю, в каждом районе, а то по два раза в неделю есть базары. Это определенная система, я про это видео тоже рассказывала. Ты можешь пойти и сразу от производителей, назовем так, от фермеров, купить и огурчики, и помидорчики круглый год 24 на 7, которые вот с куста пахнут вкусно, которые, блин, не химозные. Ну, да химозные там тоже есть, ну, короче. Клубничка, блин, практически 24 на 7. Есть сезон, когда ее нет, но вот сейчас она опять зимой скоро тепличная, из Анталии пойдет. Короче, вы понимаете, да, о чем я говорю. Качество жизни может быть другое. Поэтому, если у вас есть доход из другой страны, да, можно в Турцию смотреть на ПМЖ, на ВНЖ, на какой-то период времени ехать, пожить. Это удобно, вкусно, и качество жизни будет лучше. Я рассказываю про жизнь здесь и сейчас, что на данный момент, на осень, сентябрь-октябрь 22 года, проходит здесь, в Стамбуле. Что думаете, комментарии пишите под видео, в том плане, может, вы переехали, здесь живете. Да, все, кто здесь давно живет, как я, давно переехали, кто живет на турецкую зарплату, понимаешь, жизнь тяжелая, все становится дороже, это уже не жизненно, выживание. Очень цены растут, нереально просто. На жилье в том числе просто открываешь, через неделю все, обновляются новые цены, и на недвижимость, на одежду, на все, короче, unreal просто. В общем, кому что интересно, вся информация, если что, по байрству, у меня в инфобоксе всегда почта написана, и на канале она там у меня есть. Пишите ваши вопросы, если что нужно, пожалуйста, отвечу на них. Вот, так что спасибо всем за внимание, жду ваших комментариев, ваших писем. Всем пока!